Друзья, всех приветствую на канале Каткод. Сегодня у нас небольшое видео, которое будет посвящено Laravel отношениям, а именно отношению has many through. Многие из вас знают отношения has many, постоянно с ним работают, но не все знают о отношении has many through, хотя оно очень удобное и иногда необходимо. Но это видео будет посвящено не только отношению has many through, а мы также рассмотрим библиотеку, которая расширяет это отношение и делает еще более интересным, если has many through у нас перескакивает через один уровень отношений, то в этой библиотеке мы можем работать с любой иерархией уровней. Давайте для начала рассмотрим has many through на примере, как он работает. Просто ослепительно. Если мы обратим внимание на документацию и на начальный пример иерархии таблиц, то мы сразу увидим, что у нас есть проекты и projects, они связаны has many связью с environments, а environments связаны с deployments. И чтобы нам получить у проектов все deployments через environments, нам в обычной схеме работе надо было бы пройти сперва по всем environments и уже от них взять deployments и тем самым наполнить все deployments у проекта. С помощью отношения has many through мы можем это сделать напрямую через модель environments. Как это будет выглядеть мы видим здесь, то есть мы используем метод eloquent метод для отношений has many through и указываем какой результат мы хотим видеть, что нам будет в итоге выдано, то есть все deployments и через какую модель через environments. То есть здесь у нас должны быть указана конечная модель и модель через какую мы попадаем в deployment и эта модель должна быть связью от проекта has many. Давайте рассмотрим более живой пример, не из Laravel документации, который я у себя набросал. У меня возникло такое желание записать такое видео после того, как я зашел в один из паблик в телеграме и случайно увидел комментарий от одного пользователя. Я его сейчас добавлю на экран. Он спрашивал, как правильно выводить многоуровневые связи, так как они выглядят не очень интересно и создаются очень много запросов, есть ли какая-то более правильная на этот счет практика. И как раз я решил записать это видео, плюс нашел этот интересный пакет с более глубокими связями. Расширенный пакет для has many through. Мы его тоже сейчас посмотрим после того, как поиграемся с дефолтным ларавеловским has many through. Иерархия у нашей таблицы следующая. Я уже здесь все создал, все прогнал. Есть туры. У туров есть has many связь на сеты. У сетов есть игры. И я еще добавил от себя еще один уровень. То есть у games есть еще и visitors, посетители. То есть огромная иерархия. Не такая уж и огромная, но она присутствует здесь не через одну модель, а сразу через две от туров. Если мы в нашем примере, когда мы будем работать с пакетом, мы попробуем у туров сразу взять не games, как было бы через has many through, а возьмем сразу всех посетителей тура. Что касается has many through, давайте откроем туры модель. У нас здесь уже указаны все has many связи, о которых я говорил, когда рассказывал вам иерархию базы данных. То есть у туров есть сеты. Сеты далее у нас идут в games. И games дальше уже имеет has many на всех посетителей этих игр. Возвращаемся к модели тур. И сейчас мы добавим has many through связь. То есть мы сейчас что сделаем? Мы возьмем и у туров сразу выведем игры, минуя сеты. Давайте посмотрим, как это работает. То есть мы уже смотрели это на документации. Также попробуем на живом примере. Здесь у нас мы возвращаем метод has many through. Первым параметром мы указываем результат модели, через которую мы пойдем. Это у нас игры, game, класс. И вторым параметром мы указываем модель, которую мы будем миновать, сквозь которую мы будем проходить, через которую, да, это вот она у нас здесь, с этой. То есть мы их минуем и мы их здесь указываем. Вот так просто работает has many through. Мы просто указываем результирующую модель и через какую. Ну и соответственно в самих моделях должны эти has many связи быть указаны. Так, давайте перейдем к примеру. Я уже заполнил базу тестовыми данными. Все модели наполнены. Везде есть много записей. Мы создали только что с вами has many through relation Relation на games через sets и давайте его выведем и посмотрим, что у нас там будет. Запустим виртуальный сервер. У нас откроется индекс контроллер и мы сразу видим, что у нас есть тур и мы у него получили не у него, а через его с has many связь сеты получили все геймы, все игры. То есть мы миновали один Relation и попали сразу через один в games. То есть изначально у нас как бы было, то есть дефолтно, если бы мы использовали просто has many, я здесь указал, то есть у нас у туров есть сеты, далее есть games. Ну и visitors мы пока что не рассматриваем, это мы сейчас рассмотрим в пакете. В нашем случае мы без сетов, просто games через has many through. На этом все по has many through, ничего сложного в этом нет, но несмотря на это многие этим методом и этим отношением пользуются довольно-таки редко. Я надеюсь после этого видео этот момент исправится. Что касается пакета. Называется он has many deep, он расширяет отношения ларавеловские дефолтные has many through, которые мы только что рассматривали, но при этом можно использовать сколько угодно уровней, любую иерархию. Как указано здесь в документации, в примере, ну кстати говоря ссылку на этот пакет я обязательно добавлю в описание к ролику. Как видим здесь в примере у нас также has many связи, страна, есть у страны пользователи, далее есть статьи и у статей комментарии. То есть такая тоже большая иерархия. И в конечном итоге, чтобы мы у статьи сразу получали комментарии, мы также можем воспользоваться расширенным отношением из этого пакета has many deep. Также указать результирующую модель, которую мы хотим показать у текущей модели, это комментарии. И далее в массиве указать полную иерархию, как нам дойти до этих комментариев. То есть первый у нас user, далее post, ну и в конечном итоге мы попадаем в комменты. И такой уровень иерархии, глубина этих моделей может быть какой угодно. Вы можете ознакомиться далее уже самостоятельно с документацией. Здесь есть много различных опций по отношениям. В принципе они будут вам напоминать те же самые атрибуты, как и в обычных отношениях. То есть также можно указать у моделей по каким именно полям работают связи и так далее. Давайте посмотрим, как это работает, как этот пакет работает. Я его уже установил на реальном примере, также на турах. Возвращаемся к модели тур. Чтобы работало это отношение из этого пакета, нам также нужно к модели, колоквент модели, добавить нужный трейд. Use has relationships. Вот как раз из этого пакета, который мы установили, который я вам только что показывал. После чего у нас будет доступен этот метод с новыми отношениями, более глубокими. Давайте посмотрим. И мы сейчас у туров выберем сразу его крайний уровень. Это visitors, то есть посетители игр. То есть сразу мы пройдем не через одну связь, а через две. Ну и в принципе вы здесь можете добавить сколько угодно. И этот момент будет работать. Добавляем также функцию visitors. И здесь воспользуемся методом из пакета hasManyDip. Вот он у нас здесь. Также первым параметром мы передаем конечную модель. Что именно мы будем выводить на этом отношении. И далее в массиве мы укажем полную иерархию до визиторов. То есть сперва у нас идет сеты. Как их в hasManyDip. Так, а у сетов у нас гейм. Следующая модель это гейм. Мы указали иерархию. И попытаемся сейчас вывести визиторов. Возвращаемся в наш индекс контроллер. И здесь вместо геймсов идем к отношению visitors. И давайте обновим страницу. И посмотрим, что у нас получилось. Видим, что ошибки нет. И видим уже тысяча записей с visitors. То есть мы здесь выводим как раз всех посетителей. То есть мы устроили глубокую иерархию. И ушли от туров через сеты, через геймсы. И получили visitors. Интересный пакет. В некоторых случаях он может использоваться. Как раз в ответе на комментарии, который я прикреплял в начале. Там конечно у него еще более сложная иерархия. То есть он там проваливается в ответ. Там надо будет все равно в любом случае сперва уйти на верхний уровень. А потом уже пройтись по этим hasmany связи. Но на этом, по этому пакету все. Ну да. И кстати, что касается оптимизации. Если мы подключим debug bar и посмотрим запросы к базе. То увидим при этом всего два запроса. То есть изначально мы выбираем тот тур с ID единицей. И далее в один запрос у нас выводится вся иерархия из этого отношения hasmany deep. И мы получаем 1000 моделей. Ну плюс 1 модель от тура. На этом этот ролик закончен. Ссылку я опять-таки напомню, что добавлю в описании на этот интересный пакет. Надеюсь вам понравилось. Ставьте лайк. Пишите комментарии, если у вас будут вопросы. Это очень помогает каналу. В очередной раз напомню. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах.